День за днём Памятная дата для всех россиян, скорбная Помним, молимся, скорбим В Десногорске прошёл вечер памяти, посвящённый Великой Отечественной войне Не только для нашего города, но и для всей Смоленской области Это большая честь стать участниками военно-патриотической акции «Горсть памяти» Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти» Губернатор Смоленской области Алексей Островский обсудил транспортное сообщение со столицей На встрече с Михаилом Глазковым, который в мае этого года был назначен на должность начальника Московской железной дороги Обсудили перспективы обновления подвижного состава Было отмечено, что нынешние «Ласточки» не соответствуют современным требованиям по уровню комфорта В частности, они не отвечают запросам бизнесменов, которых сейчас много ездят из столицы в областной центр По этой причине филиал РЖД планирует обновить подвижной состав на Смоленском направлении уже в 2020 году Вместо нынешних «Ласточек» будут ходить новые 10-вагонные составы с тремя классами обслуживания В городской администрации прошло заседание депутатских комиссий по вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан Какие темы были на повестке дня, смотрите далее Среди предстоящих тем значился вопрос об утверждении порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Десногорска Данные изменения оформлены согласно требованиям и не противоречат действующим правилам По этой причине рассмотрение вопроса было вынесено на предстоящую сессию городского совета Кроме этого, важным вопросом было рассмотрение новой законодательной инициативы Проект дополнительного ограничения продажи спиртных напитков, регулирующая мера, которая не только соответствует духу времени Но и позволит нормализовать ситуацию в городе, особенно в ночное время Органы государственной власти, субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции И поэтому администрация не возражает против инициативы законодательного органа об ограничении В России уже 16 регионов ввели те или иные дополнительные ограничения на продажу алкоголя в определенные дни Это привело к улучшению социальной обстановки и снижению количества случаев хулиганства среди жителей На данный момент в Смоленской области не продают спиртные напитки с 23 часов до 8 часов утра Вопрос дополнительного ограничения продажи алкоголя в Десногорске предложено вынести на ближайшую сессию городского совета Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ Врачебные ошибки теперь будут стоить убийцам в белых халатах увеличенного срока неволи и лишения права заниматься медицинской деятельностью Следственный комитет совместно с Национальной медицинской палатой предложили ужесточить наказание за медицинские услуги, которые привели к инвалидности или смерти пациента Так, за ненадлежащее оказание медицинской помощи предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы Также врачи собираются наказывать за различные сокрытия и подмены до 4 лет, а за незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность до 7 Инициатива уже вызвала бурное обсуждение в обществе Многие задаются вопросом о целесообразности нового ужесточения законодательства И полагают, что в случае принятия новых мер врачей станет еще меньше 21 июня в Десногорске прошли мероприятия, которые были посвящены дню начала Великой Отечественной войны Для десногорцев и гостей в этот день был организован показ короткометражных фильмов Концерт «Реквием. Завтра была война» и акция «Свеча памяти». Подробности в сюжете Мероприятие проходило под музыку военных лет Имена военной песни объединили великую нацию и стали огромной преобразующей силой, ведущей к победе В фронтовых песнях есть и горечь отступления в первые месяцы войны и радость возвращения домой Поэтому на вечере памяти со сцены звучали только известные песни, которые создавались композиторами Специально для советских фильмов, спектаклей и больших концертов Я сегодня исполняю две песни «Сольно» и одну «Трио» Одна песня – это «Як истребитель» Высоцкого, вторая песня «Там за туманами» группа «Любэ» И третья песня – песня фронтовых корреспондентов Песня фронтовых корреспондентов считается одной из самых отчаянных песен времен Великой Отечественной войны Ее написали Константин Симонов и Матвей Блантер Специально к пьесе Симонова «Жди меня» Там, где мы бывали, нам танков не давали Но мы не терялись никогда На пикапетранах и с одним наганом Первыми въезжали в города Выпьем за победу, за свою газету Один доживем, мой дорогой Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет Кто-нибудь помянет нас с тобой Военный ретро-вечер был душевным и немного грустным Подрастающее поколение узнало много нового и интересного о песнях Которые были написаны много лет назад А люди преклонного возраста тихонько подпевали и радовались мирному небу над головой На земле нужен мир для всех И для детей, и для взрослых И нужно стремиться к этому, чтобы был везде мир В любой стране И дружить со всеми людьми В мероприятиях активное участие принимали десногорские волонтеры Юноши и девушки поддерживали исполнителей аплодисментами А всех присутствующих своим неподдельным вниманием Я считаю, что это необходимо Потому что сейчас растет поколение, которое весьма далеко от этого всего Мне кажется важным, чтобы они знали о том, что это было И чтобы они, зная прошлое, не повторяли этих ошибок в будущем И старались предотвратить такие же события в будущем После того, как прозвучала последняя песня Неравнодушные горожане отправились в храм Божьей Матери всех скорбящих радость Чтобы почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне И зажечь свечи Мы собрались здесь в храме Чтобы помолиться, вспомнить всех тех Которые своим трудом, кровью, ценой жизни Дали нам возможность сейчас жить Жить мирно И спасли наше Отечество Затем дружной колонной жители города Волонтеры и юнормейцы Направились к памятному знаку «Хлеб памяти» Где из свечей выложили всего три Но таких глубоких и важных слова Помним, молимся, скорбим Акция «Памяти зажги свечу» завершила насыщенную программу вечера Люди разошлись, а свечи еще долго горели Освещая темноту Помним, молимся, скорбим Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ Тайные покупатели теперь и на автозаправочных станциях Контролеры будут делать контрольные закупки И публиковать информацию о выявленных нарушениях Делается это для того, чтобы свести случай недолива топлива к минимуму А также отслеживать качество горючего Над соответствующей законодательной базой уже работает Минпромторг совместно с Росстандартом При этом регулирующие меры на рынке автозаправочных станций предпринимались и раньше Так, с января 2018 года для предпринимателей действует новый штраф За сбыт некачественного топлива полагается наказание в полмиллиона рублей А в мае нынешнего года был внесен законопроект, который предусматривает так называемый оборотный штраф за это правонарушение Разобраться в огромном количестве пунктов и подпунктов в нынешних правилах дорожного движения сложно не только водителям, но и сотрудникам дорожной инспекции Таким мнением поделился первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой Предлагается пересмотреть правила дорожного движения и тем самым составить новый кодекс об административных правонарушениях Согласно задумке административное законодательство ожидает сокращение числа видов правонарушений и изменение подхода к назначению наказаний Также предлагается разделить правонарушения на категории по их характеру и степени общественной вредности Ввести максимально допустимые штрафы и срок давности привлечения к ответственности, равный двум годам Новый кодекс об административных правонарушениях вступит в силу с 1 января 2021 года 22 июня, День памяти и скорби, по всей стране прошла военно-патриотическая акция «Горсть памяти» Десногорцы, как и все россияне, приняли участие в этом мероприятии и почтили память событий дня начала войны Подробности далее В нашем городе церемония прошла на могиле партизанки Екатерины Косаревой, которая погибла от рук фашистов в 1942 году на Смоленщине Цель акции – передать землю с мест захоронений братских могил героев в историкомемориальный комплекс главного храма вооруженных сил Не только для нашего города, но и для всей Смоленской области это большая честь стать участниками военно-патриотической акции «Горсть памяти» Подвиг советской партизанки почтил заместитель главы Десногорска Александр Новиков, а также представитель городских организаций, духовенства и ветераны Великой Отечественной войны Солдатский кесец с землей с места захоронения Кати Косаревой будет передан Москву в историкомемориальный комплекс, который сейчас возводится в парке «Патриот» Часть Смоленской земли поместят в гильзу артиллерийского снаряда и с воинскими почестями установят на территории комплекса Акция «Горсть памяти» в Десногорске закончилась минутой молчания и возложением цветов на могилу героя Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ Полиноз – сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений Сезонной лихорадки, как иногда называют этот недуг, в этом году подвержены более 7000 смолян В цветочной пыльце, которая попадает в наш организм при дыхании, есть белок, который в некоторых случаях является раздражителем для организма На борьбу с ним иммунная система бросает все силы, отсюда и симптомы – чихание, насморк и слезотечение А еще болезнь передается по наследству и проявиться может в любом возрасте Тем, у кого есть реакция на пыльцу трав или растений, нужно исключить из рациона белый хлеб, хлебобулочные изделия, блины, а также квас, пиво и фито-чай Также следует отказаться от утренних прогулок, в такое время концентрация пыльцы в воздухе максимальная И коротко о погоде 26 июня в Десногорске переменная облачность, днем плюс 23, ночью около плюс 15 На сегодня это все новости Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьев Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok